Добрый вечер, это Wall Street Online, еженедельный аналитический обзор на базе объемного анализа. Всех приветствую. Закончилась еще одна другая неделя и рассмотрим, чего же ждать на следующей неделе. Начнем с новостей, которые нас ждут. Сегодня страстная пятница и практически большинство крупных стран отмечают этот день. Штаты читали сегодня по безработным, на отчете было 126 тонн по сравнению с 264 тысячи в прошлом отчете, но уровень безработицы у них не изменился очень года. Ну, я уже давно не сильно реагирую на эти отчеты по безработным, потому что там все достаточно непрозрачно. вот так, в понедельник у нас там получается пострастной пятницы светлый понедельник, если не ошибаюсь, по многим странам, но, да, светлый понедельник. Значит, вторник у нас решение по процентной ставке в Австралии и индекс деловой активности в Британии. Также Британия в четверг отчитается по процентной ставке, скорее всего, ставит полпроцента, как и есть сейчас. И нас ждет на следующей неделе заседание Федеральной Энергетической системы в среду 8 апреля, Фомка, поздно ночью и в четверг Джоблес Клеймс. Это к тому, что как раз в среду будет, наверное, волатильность сильная, и те, кто голосовали за боковик в вопросе, наверное, не посмотрели еще, что ждет нас на следующей неделе, ну, точно боковика не будет. Понедельник, вторник, скорее всего, могут немножко... Так, меланхолия будет на рынке, скорее всего, а в среду и четверг уже раскачка хорошая такая, думаю, даже импульс какой-то создадут, потому что многие инструменты, многие рынки на ключевых уровнях сейчас и решающий, в следующей неделе фактически решающий такой период будет. По многим инструментам, нефть, индекс доллара, евро, индексы, то есть постарайтесь не пропустить, вот как раз в среду и четверг, и если все пройдет чисто, то можно неплохо зайти. Так, ну, в принципе, вот самое главное, это среда-четверг, особенно среда, то есть вечером посмотреть на волатильность и чем, в принципе, она закончится. Так, ну вот по новостям, в принципе, и все. Скорее всего, в среду будет открытый вебинар по теме торговой стратегии. Если вы подписаны на рассылку, то получите приглашение точно по времени, не знаю, как установят. Так, значит, теперь рейтинг публичных трейдеров за неделю. То есть присутствующих уже сотрудничает с ThisCapital, либо же посетили сайт, который был, ну, ссылки по поводу управления через AutoFollowDesk на прошлом WallSuite Online. И есть такие. Если есть, то как проходит все. Так, ну, у нас трейдер Thirteen. У него сейчас такая продажа. Ну, вот с продажей очень достаточно грязная и продажа на минимум недели, поэтому пока, ну, я бы первое место за такую позицию, он бы точно не знал. Позицию отпустили, без топов, открывали продажи на минимум недели, ну, как-то непрофессионально. Вот Life is so short. Технично, четко, нравится очень. Здесь покупки аккуратные, причем по делу там, где нужно. Продажи хорошие, единственное, что выпрыгнул быстро, выскочил. Ну, в принципе, там минимум недели практически, поэтому. Так, здесь аккуратненько вышел со стопом, причем маленький, ну, маленький стоп-лосс, сильно не пересиживал. И аккуратненько зашел на short. Ну, в принципе, неплохо, стоп-лосс есть, профит есть. Единственное, что стоп-лосс, поменяйте два контракта на один, у вас в рынке один контракт. Вот такие залеты у трейдеров распространенные болезни. Первый профит сработал, а стоп-лосс не изменился. Так, профит 2015. Здесь уже по продаже без вопросов. Хороший short был 31 числа. И единственное, на выходные без стоп-лосс, без профитов, как-то не комильфо. Раз вы уже профессионально заходите, значит, сопровождение тоже должно быть профессиональным. Так, вода. Выкинул покупку. Забыл про нее, судя по всему. Продажу закрыл. Поэтому вот у него четвертое место. Видно, забыл про эту позицию. Так, клим. Тоже были хорошие покупки. И 5D-трейд в шартил во вторник, что, в принципе, правильно делал. Так, остальные. Хорошая была сделка. Вот покупочка. Все технично, сопровождение, без вопросов. Так. Вот новый трейдер у нас. QueenSight. Аккуратненькие сделки. Причем достаточно какие на что-то похожее. Почерк. Так. Ну и Карлос у нас завершает рейтинг по S&P. На RTS. Первое место, причем заслуженно, получил трейдер с ником Андрей. Давайте найдем, где он открыл эту покупку. Сейчас. Сколько он ее удерживал. Думаю, всем интересно. Подключаем вторую неделю. Подключаем третью неделю. Подключаем четвертую неделю. Вуаля. Вот это действительно заслуженно первое место. Смотрите. Как взяли минимум. И один контракт всего лишь в рынке протащил до 91.500. Действительно первое место вообще без вопросов. Как вот простоять это все и не закрыть ни на одном из максимума. Надо будет у Андрея спросить. Остальные нервы. Инсайдер. Нет, скорее всего ответ будет, что он забыл вообще про эту покупку. И второго числа открыл терминал ее. И закрыл ее. Так. Ну, здесь вообще просто мега крутая позиция. Чисто аккуратно, без лишних движений. Подключаем. Сейчас. Переборщил. Четыре недели. Сейчас начну грузить. Вот. Так, 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 так. Сейчас. Система перегружена. Подгрузить сейчас. Так, ну, опрос. На данный момент уже 8 против 5. Что будут продажи. Трое до сих пор верят в боковик. То есть, то, что фонка будет в среду, это никак не вызовет тенденцию, вы считаете. Да, там просто даже количество сделок, которые там проходят, видно, даже подвисла программа от этого количества позиций. Сейчас попробуем запустить на оно. Я как-то предлагал, чтобы пипсовщикам вставили лимиты, то есть, ограничения по количеству сделок. То есть, если вы открыли позицию, бессмысленно открывать через 3 минуты еще одну сделку. Ну, разные пипсовщики бывают. То есть, пипсовщик, пипсовщик, пипсовщику рознь, но... там одни комиссионные наверно будут больше, чем депозит. Ну, по опыту супер... такие... пипсовщики они долго не выдерживают на рынке. Депозит. попробуем донести все таки да на дымке исполнение идет четко по цене а вот на реале может и проскальзивать и раскинуть лотаж в диапазоне и очередь вы можете быть 50 в очереди чтобы по этой цене сейчас зайти демка от реала именно вот этими вещами отличается то что на дымке так пипсовать это не на реале так не будет поэтому можете даже не тренироваться в этом направлении пипсовщики долго не живут на рынке они психологически в принципе и финансово быстро сгорают рынок не может давать постоянно такие возможности на открытие позиции выгодные и прибыльных так давайте все таки завершим рейтинг ну Андрей это стопроцентный лидер на этой неделе крутая покупка была и круто закрыли а сам тоже в принципе неплохо было и сопровождение было неплохо поэтому продолжать в том же духе будет интересно так автомат вышел макс ну все так хорошо было кроме вот этой вот 2044 продажи на нас оставили никуда не годится эверус сейчас покупку удерживаю ну вот хотя бы человек поставил стоп лосс без убыток на выходные тут нет позиции так кэнди стоп лосс стоит слава богу бостон тоже покупку открыл стоит стоп лосс хорошо она позиция и все то есть видите насколько так два контракта три в продаже так тут видно запутался трейдер сколько в рынке контрактов и лимитники надо еще один контракт добавить на профит и стоп лосс без убыток перевести потому что понедельник может быть коварным риксенс молодец вот стажируется сейчас такие уже сделки мочит вот единственное что пока правило нарушает так финн это я рейтинг что-то не выставил сори так финн само собой всю неделю пытался покупочка хорошая ну на самом деле просто задание было дано ему только шортить то есть он тренируется и отрабатывает шорты поэтому у него продажи здесь в основном идут то есть не потому что он не понимает что делать вот не удивляйтесь так ну в принципе неплохо справляется быстро схватывает так что с него получится хороший трейдер автомат хорош покупка все четко без лишних движений мистер икс такие вот коротенькие сделочки интересная покупка техника выхода так ганди и иисус и вас так давайте рубль посмотрим там тоже с евриком ну первое место здесь возглавил уже председатель тоже сейчас стажируется достаточно так неплохо а сам на артесе тоже первой пятерки если не ошибаюсь то есть ну рановато закрыл хоть и минимум недели но на тот момент я думаю можно было бы половину закрыть и дальше сопровождать глори чуть давно не видел мастерства здесь появились элементы пирамиды или что это такое это неуверенность открыто закрытое зачем эти личные движения так если же весь кадавр там покупку то есть тут волатильность после волатильности уже выставляем стоп лосс за этот максимум локально поэтому вышел в принципе по делу без вопросов так так трейдеры без ников вот 36904 поставьте себе ник там не сложно вы просто зарегистрируйте и у вас будет немножко вот что-то на этой неделе потерял лидерство рублику остальные в принципе реалы и в отрицательной зоне нелегкая была неделя на рублике профи 2015 хорошая покупка была ночью правда двадцать ноль ноль с копейками и стоит стоп лосик это уже хорошо пиран 98 сейчас вот практикуется да вот даже по сделкам заметно у кого какой характер у трейдеров спыльчивый эмоциональный либо же хладнокровно есть видно даже по стилю торговли вот так карлос четвертое место лук крем что такое лук крем и юра чет юра видно расслабился потому что такого врача не допускал так пилот тоже такие были сделки но остальные все так столько поскольку давайте еще фунт захватим и пойдем и пойдем на обзор так пират 98 ничего себе хорошо видно ему пошел курс первое место за неделю 229 пипсов по фунту но правда есть все таки эмоциональные сделки это надо исправлять снова профит такая вот покупочка мощная как будто инсайт был у человека да и пошла сабина продажа зафиксила и все сидят в кэше в основном ну в принципе на выходные оно и правильно на празднике открывать это не самый лучший вариант так нефтянка сейчас быстренько и золото Лариса если вы есть в чате поздравляю вы лидер в основном там третья четвертая пятая но не первая тут была видно закрытая продажа еще сто недели так ну вот это я не люблю когда начинают палки размещать тысячу сделок это тоже не коммерфон так D4 эксперт тактично хорошо там пару сделочек было почаще бы открывали интересно было посмотреть так золото и пойдем и так интересно по золоту М8 ну молодец смотрите держит лидерство по золоту не пускает никого тактично хорошо неплохо качественно единственное что лимитка виситка это непонятно я бы советовал перед ну выработку привычку перед закрытием торгового терминала тактично два раза нажимать cancel all и трейд не трейд а cancel all все 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 отложены ордер разные на всякий случай потому что вот такие остаются лимитки и потом открывается в понедельник терминал а там болтается какой то шорт или бай абсолютно не нужны так ну все давайте рассмотрим сейчас индексы затем валютные фьючерсы и нефть с золотом поехали так 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 кластер профайл по снп невероятно решающий момент причем этот уровень мы уже неоднократно выделяли 2039 по 2059 там плюс минус он варьируется здесь клейка с прошлым контрактом поэтому этот уровень удерживали неоднократно раз два на прошлом Wall Street Online мы этот уровень выделяли и сейчас уже четвертый раз и торгуются на 39.75 все правильно или нет? нет неправильно сейчас давайте уточним где сейчас стоит котировка по снг это важно так 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 1815 стал рынок рынок на 39.75 в общем на следующую неделю конечно же на эти две цены на этот диапазон максимально внимания давайте даже ядро выделим 53 53 20 45 в общем постараются байера удержать выше этого ядра снп еще есть шансы на рост ну и пробитие 39 36 там практически уже 33 там в этом диапазоне покупать работать на бай того как они уверенно подтвердят рост не советую то есть и будет ниже 45 режим ожидания вот здесь очень аккуратно следите потому что могут такие хвосты оставить и все таки пойти на рост то есть модель уже так четко отрисована еще с 25 числа защитили 30 30 весь этот шорт на 2080 тут в любом случае мы выставляем себе диапазон сопротивления те 10 баксов и если будут прощаться еще раз с этим уровнем можно в принципе попробовать попробовать значит 2100 попрощались похоже ну как минимум на несколько недель там уже посмотрим 2113 возможно это исторический максимум возможно нет вот ну пока не выключили станок по печатанию долларов в принципе пузырь может и дальше раздаваться мы все так же придерживаемся тактики будет такой достаточно затяжной шорт когда будут уходить обама вот или раньше либо после него то ну возможно даже чуть раньше потому что многие уже это видели в 2008 году когда уходил аппарат буша вот тоже ушли на думали армагидон будет вообще финансовый поэтому точно такая же ситуация может быть и с уходом обама с христова поэтому до ухода в принципе могут специально тащить наверх котировку чтобы при падении там особо сильно не забурится поэтому все внимание 5345 объемное ядро важный уровень важное сопротивление 6979 уже попрощались 2100 2113 объемов как видите сверх сверх аномальных пока нет на разворот котировки поэтому снижение вполне не может быть то есть при поддержке тут либо среду начнут закидывать объемы разворачиваться это дело тогда уже позиционные продажи нужно обезопасить с рисками разобраться но пока не будет крупного объема разворачиваться не на чем фактически то есть надо до хорошей спроса его пока вот вот поэтому вот как ситуация с покупками осторожно ну в принципе среда четверг все расставит по своим местам кластер чар захватим так тут мы склейку уже убираем нам нужны свежие данные по дельте итак 25 числа даже с 23 по 27 селлер отработали вот этот уровень 20 79 2085 и размещали вот как раз вы видите массив селлеров особенно в этой сессии поэтому 58 тактически могут сдерживать селлеры и там понаблюдайте получится у них это или нет ну пока вот закрыли на 39 75 и дельта 31 числа было 50 тонн а 25 когда рокнули чуть-чуть 69 почти 70 то есть там в принципе прошлая неделя вся была на селе здесь нулевая перед страшной пятницей особо не захотели видно падать вот ну в принципе такая вот схема 58 69 не пробьют на следующей неделе покупки на второй план работаем вот уровень сопротивления второй уровень сопротивления ну если на 21 100 пойдут то если эти две два уровня пробьют тогда уже повремените сразу заходить на шорт не стоит возможно маневры устраивают специально перед походом снова наверх в среду елен что-то скажет нестандартное и может быть все что угодно поэтому перестрахуйтесь баровый график для того чтобы оценить показатели интереса не видно пока супер всплеска единственное что вот первое второе число чуть-чуть набирали позиции но судя по всему эти две сессии открыли новые сделки видите здесь каждая сессия была больше по открытому интересу чем предыдущая и этот объем пока не создал спрос поэтому в процентном соотношении сравнивать байер-селлер пока преимущество у сайлеров посмотрим и тактические уровни спекулятивные на S&P здесь отчетливо видно просто невероятно объемно 50 7 64 вот с первого числа здесь и этот уровень до текущей сессии никто не осмелился пробить это номер 1 потом вторник еще грузили здесь поддержка которая была вот на 47 41 уже закрыли сессию почему-то ниже ее поэтому она уже под вопросом так и вот еще уже такой небольшой рост на всякий случай будет на 54 еще захватим вот как вариант резкий возврат в район там 50 60 вот и ближе к среде раскачка волатильности посмотрим как будет удерживать ну здесь самый самый интересный уровень это вот вот 1 на следующей неделе для мониторинга и если его не пробьют на после функи если с тоже склейка двух контрактов пока 3 600 вот три раза что мы были мы выделили этот уровень 35 62 и в принципе посмотрим будут ли прощаться с этим диапазоном либо еще на печатном станке протянут выше поэтому можно выделить этот диапазон для мониторинга ну это уже последний кордон 89 3705 заходили селеры даже была какая-то активность вот ну я думаю приоритетнее вот этот диапазон то есть если его не пробит на следующей неделе тогда есть шансы на снижение но раз два три четыре пять сессий подряд с вот этой поддержки 26 числа идут на север поэтому нужно быть готовым и к снятию стопов будет 680 возможно 89 как видите молотильность раскачали вчера первое число 1 апреля 57 73 не пробит на следующей неделе в принципе неплохой признак на коррекцию хотя бы потому что идти вот так вот два контракта на север без коррекции ну вот эта коррекция на смене контракта не считается потому что в любом случае в конце контракта скидывали покупки и это обязательно вызвало коллекционный момент так а даксу вообще хорошо но максимум не висит причем висят достаточно долго что где-то вот сначала контракта значит поскидывали стопори вот 1183 поэтому первый признак что селлеры уже атакуют это атака атака 11696 11830 четвертый или пятый раз подходит 12100 12160 и на следующем деле увидим последний это раз либо же все таки пробьют если обратить внимание то по сравнению с прошлым контрактом немножко ликвидность выросла ну в принципе бизнес сезон весна осень это нормальное явление вот но толкать дальше нужны объемы нужен кэш и нужна активность вот если при атаке максимума не будет особо крупной ликвидности скорее всего не протолкнуться на душ но стопори точно поснимают перед продажами поэтому будьте внимательны главный критерий это наличие ликвидности при пробитии потолка так ртс так ну идем на девяносто четвертую вот пока нефть радует есть вероятность продолжения динамики возьмем выделяем массив сейчас восемьдесят три пятьсот пока еще склейка но на следующей неделе уже без склейки будем анализировать здесь уровни надо захватить девяносто вторую тяжело дается этот уровень по ртс и на следующей неделе если в среду фомка не изменит динамику нефтянки то возможно пробьем но где ликвидность почему здесь не работают вот так вот видите как здесь проталкивали наверх цены здесь этого почему-то нет то есть идут без особо крупного топлива наверх и сейчас мы посмотрим по дельте по открытому интересу поэтому слабая 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 ликвидность это чем меньше ликвидности тем меньше шансов что пойдут выше девяносто второе поддержки выбор продажи 16 трейдеров считает что будут продажи на следующей неделе это пятьдесят девять процентов шесть на покупку четыре на боковик и два в кэше в педагог год до пятницы у нас и понедельник и среда и четверг на бая сейчас мы поменяем на агрессора это путь и директ по биржевой маркировке тридцатого 22 тонны за байером 22 тонны первого за байером 17 тонн второго за байером за целером 8 тонн, но скидывают покупки это само собой многие наверное захотят на максимуме показывать скинуть покупки, поэтому это вполне ожидаемая дельта значит уровни с крупными сделками на покупку 3,8 и 2,0 и 85,500, 86,400 это скопление прям такое массивное по байерам ну с ними можно поработать спекулятивно поискать точки входа на бай но стоит ли это делать на максимуме контракта я думаю что пока ликвидность не начнет поступать покупки будут исковые тем более хорошенько идем без сильных коррекций так теперь открытый интерес скажите а кто на курсе стратегия будет из присутствующих мне интересно будет кто нибудь по товарным фьючерсам для разнообразия а какой инструмент хотите разработать стратегию на какой инструмент ну это легко так а на 7,4,500 это ядро текущего контракта по РТС и ну второго числа третьего пик по количеству открытых позиций то есть вот этот весь диапазон открыли сделки и он будет значимым для первой половины недели ну фактически до функи раз много там открыто позиции чем больше открыто сделать тем больше вероятность на скид на сброс по стопам вот поэтому осторожнее могут кинуть волатильность там на открытии либо же с гепиком открыться ну в общем осторожнее так и спекулятивные уровни такие массивчики активности ну думаю многие кто понедельник вторник торговал такие были интересные сессии особенно на пробитие понедельник потом загрузка в среду на покупку как уровень поддержки на всякий случай ну это спекулятивно то есть и опять же на открытие грузится дальше на рост вот сделайте веб по опционному деск а веб это что вебинар или веб версия платформы по опционному деск вы опционами торгуете либо хотите объем по опционам использовать торгов в хорошо учту опционный деск так ну и массив четверга плюс пятница 91650 92600 как раз где пришелся пик по открытому интересу относительно него и ориентируйтесь открытие с таким импульсным на 94 каким то баром это вполне ожидаемая манипуляция если будут скидывать байеров то ну где то до 9500 могут втолкнуть цену вот этих вот все кто четверг затаялся потому что весь четверг был на открытии позиции фактически одни уровни поддержки поэтому если пробивают вот эту поддержку самая самая активная сессия где больше всего открывала позиции уже можно поставить крест на байерах и покупать будет небезопасно особенно в среду в общем осторожнее и и значит три миллиона бывали сессии побольше вот пока поддержки как таковой на рубле нет сейчас мы еще на споте посмотрим плита с прошлого контракта с шестьдесят два по шестьдесят три спот я помню я помню я всегда включаю спот так и это основной уровень такое сопротивление то есть теперь обратите внимание вот массив шестьдесят пятьдесят девять четыреста даже нет пятьдесят 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 но он такой для проверки то есть если селлер действительно толкает цену дальше то он постарается вот эти вот сделки которые размещались не пустить дальше цену чтобы не уходить в красную зону по своим позициям вот объемненько вот здесь разместились самая объемная сессия в этой неделе и пока без реакции давайте посмотрим что там уровни можете на записи потом переписать так и вот у нас спор все спор правильно как вам плотненькие сессии вот на 61 15 62 35 это плита которая на сопротивление идентичная схема и и обратите внимание первое и второе число торговались практически в разных ценовых диапазонах и между ними можно даже сказать такой микро гэп то есть если это сброс стопов перед покупками то пробитие 58 уже об этом точно сообщить прям алерт можете ставить что вот у нас были объемные сделки там под 5 миллионов на минимуме и это коррекция такая стала достаточно вяленькая вот 56 82 да у всех поэтому рост подтвердится как только пробит 57 82 видите здесь не было сверх такой активности вся активность была 25 26 вот этот диапазончик с него могут встать и пойти на север 56 с половиной 57 осторожненько сейчас мы на дельте посмотрим что там творилось на этих уровнях вот поэтому если рубль не пробивает в этот 58 можем еще обойти ниже ну и обратный момент то есть ключевой уровень 57 58 58 58 58 28 кластер чат нет это не дот кто пользуется маркет watch модулем в волфиксе просто немногие его используют, но он достаточно удобен и выполняет такие функции, которые облегчают например, если вы анализируете, либо статистику собираете, либо же анализируете там за длительные интервалы на разных инструментах, он достаточно хорошо и помогает. Вы можете себе составить список инструментов вот, во-первых, здесь идут данные там по дельте, процентном соотношении открытия относительно ядра предыдущей сессии, я просто здесь все колонки убрал, их здесь достаточно много поэтому я на Wall Street Online лишнее пока выключил, которое мне на Wall Street Online надо. И вот весь список и синхрон мод, то есть вы можете синхронизировать все окна просто вот выбираете S&P и вот все окна, которые вы отметили, они подгружают S&P выбрали все, нажали на FISX, на всех окнах подгрузился FISX, то есть такая связка, синхронизация удобная, если вы анализируете на разных инструментах разных, чтобы везде не менять тикер, облегчает жизнь. Ну и можно его использовать как монитор по, например, там основным акциям, которые уходят в RTS, смотреть как они просели, не просели, то есть вот Day 30 это на сколько инструмент ушел относительно ядра предыдущей сессии. Здесь еще можно относительно недели выставлять, то есть перепродан, перекуплен, это помогает. Класс Ричард, как видите здесь таких агрессивных байеров, как было в середине марта, нет. Скорее всего рынок все-таки в ожидании фонки на всякие случаи, делька подальше дождутся, вот и основной актив, активность была вот 26 числа, там где у нас была по ликвидности хорошенькая сессия, вот, но как видите давление по объему в ту сессию не так уж и сильно создала коррекции, буквально на две сессии. И мы висим на минимуме. Поэтому сильных байеров пока не обнаружено и постпорт. На рубле сейчас быстро посмотрим. А вот у нас фьючерс. Значит, 73 тонны 1 апреля, пошутили. Вот это уровень сопротивления. И давайте захватим также 30 числа. 62 тонны и 73. Вчера добавили 25, то есть даже не нулевая дельта, а реально на минимуме размещались по 58 какие-то продавцы. Но сегодня, в принципе, без особого внимания. То есть на эту сессию, в принципе, нет смысла там особо реагировать. Нулевая дельта, нормальная дельта для минимума недели. Ну, в общем, байеров суперагрессивных пока не видно. Можем сходить ниже. Ну, опять же, коварно в среду может подставить Фомка. И если забудете про то, что Фомка, можете попасть в неприятную волатильность. Либо же не понимать, куда вообще идёт роза. Так, где у нас тут фильтры? Ну, заметна активность. Обратите внимание, как на открытие тут разместили в четверг. Фактически закрыли на минимуме сессию. Ну, и пятница особо и не старалась пробить выше, поэтому это первый барьер на рост. Вот. А это последний рубеж на покупку. Самый последний. Тут с открытия выставленный пробитие этого уровня уже всё. Понятно, что покупок пока не ожидается. И атака 58800. Обратите внимание, что между первым и вторым числом есть гэм. Вот где закрылась среда, а вот где открылся четверг. Его протестировали и уши нешли. Могут, конечно, хвост кинуть и потом пойти на продажу, но это уже просчёт сценариев более детальный. У нас нет времени на эти все детали, поэтому селеры здесь неоднократно защищали уровни, поэтому мы уделяем их. В понедельник разместили. В среду, вторник и среду защита была жёсткой. Ну и ядро недели относительно всей недели. 59,490, 59,940. Это первое ядро и второе ядро у нас. Двух ядерная неделя. Не самый лучший вариант на данный момент. Но есть. То есть у нас есть второе ядро, это четверг плюс пятница. Как только уходим выше, уже есть шансы на рост. Уходим ниже второго ядра. там уже всё понятно. Ой. Вот у нас справедливая цена. То есть, ну вот, кинуть на сброс топов как раз могут на 59,160. Так, вопрос по нефти ко мне, да? Или вы там в чате переписываетесь. Переписываетесь. Правильно. А я анализирую все. Возможно, ключи основные нефти. Нет, это для его. Так. Отметим точку сверхликвидности по еврику. Все так хотели увидеть единицу на этом фьючерсе. Но пока вот 0,575, 0,695. Уровень поддержки. Его вот тут на этой неделе чуть-чуть защищали. Ещё один уровень. Но тактически, если уходят ниже 79, 74, вот эти вот две сессии плотные, то с ростом будут проблемы. Неделя закрылась выше ближайшего уровня сопротивления, 93 и 100. чем дольше на следующей неделе будет еврик стоять на этом уровне, тем больше шансов, что мы наблюдаем зарождение восходящей тенденции. Вот. В принципе, на реверсе объемчики были. Не таких, конечно, как хотелось, но были. Неделя прошла стандартно. Ну, чуть-чуть выше, но не аномально. То есть, это не вся Европа затаялась на рост. Ну вот. Фактически 10.45 уже последний барьер. Его пробивает. Вот здесь были шарты. Ну, закидывали продажи в догонку. Такой объемный уровень. То есть, если до Фомки будет спокойно стоять на 1.1, то вполне есть шансы, что мы увидим пробитие этого уровня и поход выше. Возврат к вот этой локации. То есть, в этом диапазоне ещё режим ожидания. Как только вот этот уровень пробьёт, я думаю, что атака будет сильная на 1.06. Так. Это по еврику, по фунту. По фунту здесь ещё агрессивнее идёт движение. Я думаю, вы заметили эту модель. Тоже была активность красной реверсе. И по фунту важный уровень, ну, так, среднесрочно, позиционно. Это вот 47.75. 48.85. Ядро локации, это склейка с прошлым контрактом. Если фунт удержится выше этого уровня, есть шансы на движение к 1.5, 1.5, 2. Там уже, вот здесь, уровень сопротивления на 1.51. Как только уходим ниже 48, тут уже всё с покупками повременить лучше. Где этот индекс доллара? Постоянно прячется. Вы знаете, тут какая нефть, есть ли одна нефть? Ну, вот, я помню, спред был, разница была между нефтянками. 20 долларов, если я не ошибаюсь, 2 или 3 года назад, наверное, да. Наказывали арбитражников, которые на нефти торгуют. Растащили нефтянку 2 фьючерса там на 20 долларов. Кто помнит этот период? То есть, это за длительное время, наверное, единственный раз, когда была сильная раскаляция двух фьючерсов по нефти. Вот, поэтому они там ходят душа в душу, и анализируйте бренд, ну, он падает, лайк будет падать, так, чтобы они прям разномбои шли по тренду. Я думаю, что это не так часто. Так, ну, мы висим фактически над пробитием 96.50. Три сессии достаточно так агрессивненько падают, и защитили уровень 98.37, 98.76. Вот, ну, потолок уже сотка и 99.50. Дальше, здесь о покупке начинались 96.95.50. Вот видите, топовая такая сессия. Обратите внимание, перебор даже по ликвидности на индексе доллара как раз весь этот период. Его пока защитили. То есть, вся вот эта вот волатильность, она является пока решающим диапазоном. Это первый уровень сопротивления. Ну, в принципе, объем здесь разбросан в сессиях. Зачем нам котировка еще на год по индексу доллара, если до этих цен вряд ли на следующей неделе дойдет индекс доллара. Или вы там хотите какой-то уровень озвучить, воля. На следующей неделе важно пробьют 96.5 или нет. И как это будет происходить. Ага. 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 Продолжение следует... 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 Даже не 48.2, а 48.4. 47.4, 48.4. Бренд. Тоже, видите, здесь тормознули на 50 диатой при подходе к вот этой массивности рост. Вот это объемно. Давай чуть пожестче поставим фильтр. И здесь поставим оранжевый цвет. Поэтому номер один уровень, который должны пробить, чтобы цена нефти пошла на 60, 61,62. Вот. 58, 59,2. Здесь, конечно же, модель достаточно неплохо прорисована. И заметно, что вот два раза уже массив формирует на покупку. Но если, если, не дай бог, на следующей неделе мы уходим ниже 56,55, вот этот массив, то с покупками могут быть большие трудности. Вот этот объем вполне, как и сценариев, учитывается, как возможное прощальное тестирование. 58-й. Коварные америкосы могут еще протащить нефтянку ниже. Поэтому первые 55-56 должны удержать байеры. Вот. Если их не удержат на этом уровне, то движение на 52-ю, я думаю, долго не заставит себя ждать. Под фонку в среду, в четверг могут вполне это все провести. Поэтому скрестили пальцем. И будем надеяться, что 55-56 удержат. Ну, фактически, если пробивает 55-ю, 53-ю, 52-ю с половиной, то на РТСе может действительно произойти корректус. Так, и... Золотишко. Алекс Монако где-то делался, наверное. За золотом поехал. Так, ну здесь активный спрос. Любимый уровень Алекса Монако 11.80 и 11.90. Вот у нас поддержали его масоны. И такая плита у нас на 11.50. Ну, вот два уровня ключевых до загрузка, покупку. Здесь вторичный уровень на 11.70. И... Вот предел это коридор проверочный. То есть... Учитывая, что достаточно неплохо, около 1200 держится, если будут прощаться с НС-90, в принципе, можно попробовать. Но... Вот эта массивность, она крайне важна сейчас для оценки ситуации. То есть, если будет на следующий день я спокойно удерживать на 1200 и выше, то я думаю, что наберут объемов и пойдут все-таки атаковать 1230, 1235. Ну, может, не за неделю, но вообще. Рухнет нефтянка, там, ну, пойдет на снижение. Может быть, пойдет и золото на шорт. Посмотрим. Вот. Так, у нас сессия... Вот этот уровень 12.05. 12.00. То есть, если спокойно байеров смогут удерживать цену в этом коридоре, то есть шансы на рост. Если... Агрессивно начнут уже во вторник-среду все это дело давить, то мы можем все-таки откорректироваться там в 11.60, 11.70. По фондовому рынку... Так, друзья, нет никаких пока конкурсов. Победителям по... Фордс, биржи и ЦМЕ просто будет предоставлен какой-то бонус. Знак уважения, такой приз. Плюс 3 месяца. Как раз плюс 3 месяца, чтобы спокойно можно было участвовать дальше в конкурсе. Второе место плюс 2 месяца и третье место плюс 1. Ребята, которые... Предлагают управление, то есть кэш... Трейдерам, которые побеждают, это уже... Ну, это не наши конкурсы. Это их инициатива, и вы уже решаете с ними все детали. То есть мы не курируем этими... Фондами или инвест-компаниями. Но в планах инвест... Вернее, виртуальный фонд организовать на базе Wallfix. Это уже фактически просчитан. Осталось только... Автоматизация бухгалтерии. Ну, это не месяц и не полгода, так что. Так. Значит, все, кто подписан, жду в среду. Скорее всего, в среду будет открытый вебинар. Поговорим о торговых стратегиях, о возможности использовать Wallfix в качестве инструмента для разработки хорошей стратегии. Ну, до среды и до следующего Wall Street Online. Те, кто смотрит на YouTube, поделитесь видео в социальных сетях. И до встречи. До свидания. Пока.